Отмечать 30-ю годовщину независимости Украины в Одессе начали за несколько дней до самого праздника. На Думской площади состоялась выставка «Украина и Вселенная». Организаторы фестиваля рассказывают, цель мероприятия продемонстрировать украинцам, что несмотря на преграды, время и многонациональность, наша страна неразделимая. Мы считаем, что именно к 30-ю независимости Украины мы создали такой красивый, правильный, культурно-художественный проект Украины СССР. Мы хотим показать, что Украина является огромной частью этого мира, а самое главное, что Украина – это самостоятельное наше государство, пусть и молодое, но все равно мы все здесь представим, сколько детей молодых, талантливых, сколько молодежи, которая хочет двигаться вперед в нашей стране. И мы, конечно, взрослые должны поддержать это обязательно. Посмотреть экспозицию собрания книжных изданий, послушать украинские песни и осмотреть выставку картин украинских и иностранных художников пришли одесситы и гости города. В частности, из столицы прибыла жена, экс-премьер-министра Украины, заслуженная журналистка Украины Марина Кинах. Она уверена, чем больше людей участвуют в подобных мероприятиях, тем более образованными и культурными станут наши граждане впоследствии. Мне очень нравится. Я специально приехала на этот фестиваль, потому что, во-первых, я люблю Одессу, во-вторых, я люблю Тамилу Афанасьеву, в-третьих, я обожаю всякие вот такие вот акции, которые приурочены к нашим праздникам замечательным. И чем больше людей увидят вашу выставку, эти замечательные картины, тем мы станем хоть немножечко счастливее. Мы должны любить свою культуру, свое искусство. До 30-летия независимости Украины мы подкреслим, что Украина в семье святовых держав занимает почесное место. И так уж мы наголошуем, что в середине нашей Украины мирно живут дуже багато национальных этносов. Вони в дружбе, в слагоди, разом будуют поебуднее для наших детей. Художественные произведения, которые представлены на выставке, имеют разную технику исполнения и широкую географию создания. Франция, Германия, Молдова, Израиль, США, Польша и другие. Но все же все художники, картины которых здесь представлены, имели одну общую задачу – передать всю красоту нашего края и показать свое видение независимой Украины. Отличается прежде всего творческая манера, поскольку в каждой стране какая-то присутствует своя живописная школа, свои художественные особенности, того, как работают мастера, как они творят. Если мы возьмем работы наших немецких авторов, то это в большей степени работа абстрактного направления, поэтому, ну и плюс, конечно, индивидуальное видение автора. Украина – многонациональная страна. С таким девизом Тамара Кухарук, куратор книжной выставки, отбирала лучшее произведение. Издания про историю еврейского народа, татар, болгар – все собрали на одном стеллаже. Во-первых, Украина в поликультурном свете, этнокультурная палитра Украины и отдельные национальности – евреи, молдаване, гагаузи, болгарии, все их нас много. И мы можем много галантовать, Украина – единая страна. Это наше гасло, и я думаю, гасло богаче. Не обошлось и без танцев. Юноши и девушки продемонстрировали уникальность украинского народного танца и в очередной раз доказали – украинцы чтят традиции. Народный танец – это не просто танец. Он несет быт, культуру, наши традиции, то, что возрождали наши предки. На мероприятие также пригласили курсантов морского училища номер 3 Национального университета Одесской юридической академии. Руководитель учебного заведения рассказывает, для молодых людей участие в подобных выставках – это возможность еще больше узнать о своей стране. Знаете, это не просто важно, это архив важно – учить молодежь правильно воспитывать патриотически, доносить им знания, что у нас государство независимое, что ему уже на секундочку 30 лет, что День независимости – это праздник, который должен почитаться и добыть нашим государством не просто так. Это был тяжелый труд. Уже осенью экспонаты начнут путешествия по областным центрам Украины. А то и до стран Европы рукой подать.